С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот Наталья Петренко подняла тему, которая очень сейчас актуальная. Как только я начала снимать видео о теплицах, сразу же одним из первых пришел вопрос, набрасываю ли я снег. И вот Наталья Петренко несколько часов назад спросила, Оля, а вы снег в теплицу не набрасываете? И почему? Многие советуют, хочу разобраться. Извините, что задаю вопрос, может я не первая. Да, вы не первая, в прошлом году были такие вопросы. Ну и тут уже ей отвечают, что не надо набрасывать снег, всякую заразу набросите. Вот уже опять ответ, какая зараза, это же чистый снег с нашего участка. Другие пишут, мы не набрасываем, потому что у нас и так сыро. Третьи тут говорят, что мы набрасываем, потому что у нас очень сухо. Я сейчас выскажу свое мнение. Вот смотрите, когда я купила первую теплицу, мы с мужем приобрели, поставили. Естественно, ни о каком набрасывании снега еще и даже не было речи. Мне кажется, и интернета-то у нас тогда не было. Это сейчас же мы, все вот эти советы извне. Если бы мы не видели интернет, мы половину вот этих вот наших хлопот и наших забот мы бы не делали. Выращивали бы по старинке. Все, мы снег сначала не набрасывали. Потом, когда я увидела первый раз, ну лет 5 или 6 назад, не знаю, что набрасывают снег, я начала интересоваться, для чего делать такую тяжелую работу. У нас вот зимой, чтобы набрасывать снег, зайти в теплицу, это нам надо прорыть такой тоннель огромный. У нас же много снега, иногда бывает и вообще. Это надо, короче, кому-то рыть эти тоннели. Во-первых. Во-вторых, когда уже теплиц стало больше, вот у меня сейчас 5 теплиц. Вы представляете объем работы? Набрасывать снег в 5 теплиц. И я стала больше информации изучать, зачем это делаю, действительно ли это нужно, и так ли это важно. Ну и в одной статье пишут, для того, чтобы увлажнить грунт. В другой статье пишут, ну еще для того, чтобы проморозить грунт, чтобы все эти вредители и все грибки, все погибли. Кто-то пишет, чтобы увлажнить вот этой снеговой талой водой, чтобы как обогатить вот этот грунт, чтобы его распушить. Ну и вот на все эти доводы, я же как, я ничего не хочу делать просто так, потому что я где-то услышала, и кто-то сказал, во-первых, это трудоемко очень. И я уже говорила, вот у меня проблемы с легкими, с моей астмой, это кидать снег, муж на работе целый день. Короче, заниматься этим некому. Я начала разбираться, оказалось, что мне это совсем не нужно. Вот у нас сейчас весной, да, у нас сухо, осенью было очень сухо, земля сухая, я заглядывала. Но вот вчера, когда я уже обогреватели показывала, вчера или позавчера, уже видно, что по периметру земля мокнет, смокает. Это значит, что сейчас у нас тают сугробы, таят сугробы, и вся эта влага, она волей-неволей пропитывает эту сухую землю. Но вы знаете, что если там нет какого-то глубокого барьера, вот начинает таять влаги куда, в воде влаги, куда деваться. Конечно, она туда войдет. И когда я весной вхожу в теплицу, грунт уже весь влажный, весь влажный. Влажный он чем? Тем же талой водой, снеговой водой. Вот и получилось автоматическое обогащение моего грунта. Вот если кто-то ради обогащения накидывает, вся эта талая вода, она сама по мгновению волшебной палочки, то есть весной солнце пригрела, она вся туда перешла. Все у меня обогатилось. Если с целью промерзания, вот чтобы там проморозить, чтобы грибки обеззаразить, как бы протравливание, вот с целью протравливания, вот заморозку. Но опять же, у нас тоже такие минусовые температуры. Нынче было больше минус 40, однако. И, конечно, в это время, когда пасмурная погода, минус 40, там тоже почти столько же. Он поликарбонат сильно, там не греет зимой. Там тоже минус 30, минус 35, и промерзает там все прекрасно. Некоторые даже не обрабатывают у нас землю в теплицах, потому что проморозка хорошая. Ну, конечно, если здоровая рассада, если все, про обеззараживание земли я уже не буду говорить. Ну, я вот так позагибала пальцы. Талая вода так и так у нас приходит. Грунт у нас там не надо поливать, он и так весь увлажненный. Обогащается этим всем, вот что, если люди считают, вот какая польза в этом снегу. Потом промерзать и так промерзает. Так зачем я буду кидать этот снег, трудиться? Ну, я сразу скажу, что я сама накидать никогда не смогу. Это представьте, я хочу по теплицам ходить. У меня уже, я на пороге 60-летия, я буду ходить зимой в минус 30, в минус 20, или там, когда холодно, кидать снег. Я последнее здоровье потеряю. Я сама не могу, нанимать мне некого. Муж после работы, если я ему скажу, иди-ка покидай с одного места на другое снег. Он мне скажет, ты что, вообще с ума сошла? И вот я ответила на этот вопрос со своей колокольни. Вот у меня такая ситуация. Я вижу, что мне не нужно, и так грунт влажный, и так все там обогащается, и так все там промерзает. Физически мне тяжело. Смысла не вижу. Я не хочу сказать, что это мартышкин труд, потому что некоторые опять обидятся, те, кто это делают. Я считаю так. Так, главное, в огороде делать то, что тебе хочется. Если вот им хочется накидывать снег, если они считают в этом какой-то плюс, какие-то преимущества, ради Бога, пусть люди кидают. Даже если никакой разницы с нашими теплицами не будет, вот от этого перекидывания, у них хотя бы будет чувство собственного удовлетворения, они будут думать, что они делают все правильно. Это тоже очень важно. Вот такое самоутверждение, что я все делаю правильно, у меня все хорошо, из-за этого тоже иногда бывают результаты хорошие. Ну а тот, кто не кидает снег, у них, наверное, тоже есть, как у меня, свои какие-то доводы. Я, если честно, не вижу смысла накидывания снега, но опять же говорю, что если у кого-то сильно сухо может быть, или может быть недостаточно холодно зимой, они думают, что без вот такой проморозки не обойтись, пожалуйста. Главное помнить, что огород это индивидуально, я всегда говорила. Хочешь копать землю, копай. Не хочешь копать, некоторые сейчас придумали, для того, чтобы лишнюю работу не делать, вообще не копать землю. И считают, что это такое натуральное земледелие. Я вот этого тоже не понимаю, но мы ведь все разные. Если я копаю землю, я вижу в этом свои плюсы. Кто не копает, тоже считает, что так и нужно, что это вот натурально так. Хотите, копайте, хотите, не копайте. Хотите, кидайте снег, хотите, не кидайте. Главное, чтобы в результате всех наших действий у нас был хороший результат, и было чувство собственного удовлетворения, чтобы вы делали всегда только то, что вам нравится, то, что вы считаете нужным, а не насильно. Кто-то вас заставил, и вы идете кидать снег. И проклинаете эту работу. Будь он не ладен на снег. Все, до свидания.